МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его называли универсальной боевой машиной, самолетом-солдатом. И действительно, в годы Великой Отечественной войны, даже позже, он являлся надежным инструментом завоевания господства в воздухе. Як-9 в очередном фильме «Оружие». С декабря 1942 по декабрь 1948 года заводы выпустили массовыми сериями около 17 тысяч девяток. Это объясняется не только отличными боевыми качествами и высокой надежностью истребителя, но и тем, что его производство не представляло сложностей для авиапрома. Однако, чтобы добиться этого, инженерам и конструкторам Яковлевского КБ пришлось проделать огромную работу по улучшению летно-тактических характеристик новой машины. Одной из главных проблем всех советских истребителей начала войны была невысокая энерговооруженность. Мощности двигателей для уверенной боевой работы на всех высотах и во всех режимах не хватало. Во многом это объяснялось огромным дефицитом легких дюралевых сплавов. Конструкторы вынуждены были ориентироваться в своих проектах на более тяжелые материалы – дерево и сталь. В 1942 году фронтовые части вооружались двумя основными моделями Яковлевских истребителей – Як-1 и Як-7, переделанным из учебной двухместной машины. По многим параметрам они не уступали однотипным самолетам Люфтваффе. Як-7 – одноместный одномоторный истребитель. Размах крыла – 10 метров. Длина – 8,5 метров. Взлетная масса – 2960 килограммов. Двигатель М-105П мощностью 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость – 560 километров в час. Практическая дальность – 645 километров. Практический потолок – 9250 метров. Вооружение. Скорострельная авиационная пушка калибра 20 миллиметров. Два пулемета «ШКАС» калибра 7 и 62 миллиметра. Шесть реактивных снарядов РС-82. Однако именно слабая энерговооруженность мешала Якам проявить себя в полной мере. Решить проблему можно было только, сняв с машины часть вооружения и уменьшив запас топлива. В этом отношении возможности первого и седьмого Яков были исчерпаны. Требовался новый, более совершенный истребитель. В конце 42-го, после введения в строй большинства заводов, эвакуированных из европейской части СССР за Урал и благодаря поставкам по лент-лизу, проблема производства дюралевых сплавов для советской авиации была решена. Появилась возможность сделать более легкую конструкцию. За основу взяли истребитель Як-7, улучшили его аэродинамику, снизили массу. На Як-9 заменили лонжероны. Вместо деревянных, толстых деревянных лонжеронов поставили металлические. Выигрыш весе получился больше 100 килограмм. Это, считаете, фактически вторая кабина с леточком со вторым. Лольше это такое. Конечно, это решительным образом улучшило характеристики самолета. Технически маневренные, скоростные. Истребитель Як-9. Взлетная масса 2873 килограмма. Практический потолок 11100 метров. Практическая дальность 875 километров. Максимальная скорость 600 километров в час. Вооружение. Скорострельная авиационная пушка калибра 20 миллиметров. Пулемет калибра 12,7 миллиметра. Серийное производство Як-9 развернулось в конце 1942 года. Самолет обладал отличными пилотажными качествами и превосходной маневренностью. Был устойчив на всех режимах полета. Имел лучшую скорость, скороподъемность и вертикальный маневр, чем все советские истребители того времени. В 1943 году ситуация на Советско-Германском фронте стала меняться. Безраздельному господству в небе немецкой авиации пришел конец. Чаша весов стала склоняться в пользу сталинских соколов. В этих условиях появилась возможность провести специализацию истребителей с расчетом на тот или иной вид боевых действий. Як-9 стал основой для 22 модификаций, которые отличались вариантами вооружения, специальным оборудованием и дальностью полета. Это были самые разнообразные по назначению и боевому применению типы самолетов. Фронтовой истребитель с обычным и тяжелым вооружением. Истребитель дальнего сопровождения. Истребитель-бомбардировщик. Истребитель-фоторазведчик. Высотный истребитель-перехватчик. Двухместный пассажирский самолет специального назначения. Учебно-тренировочный истребитель. Когда на фронтах не хватало бомбардировщиков и стал вопрос о возможности замены их истребителями вооруженными бомбами, немедленно появился Як-9Б. Неся на борту, кроме трех крупнокалиберных пулеметов, 400 килограммов бомбовой нагрузки, он мог по праву считаться уникальным скоростным истребителем-бомбардировщиком с внутренней подвеской бомб. Когда для борьбы с модернизированными вражескими самолетами понадобился мощный пушечный истребитель, немедленно появился Як-9Т. Вооруженный 37-мм пушкой, снаряды которой буквально разносили вражеские самолеты и с успехом поражали наземные цели – мото- и автоколонны, обозы, артиллерию. В 44-м году была выпущена еще более мощная модификация Як-9К с пушкой калибра 45 мм. Когда в начале 1943 года советское командование начало планировать крупные наступательные операции, возникла потребность в истребителях с большой дальностью полета. Ведь войска надо было все время прикрывать с воздуха, а строительство аэродромов не поспевало за стремительным продвижением войск. Как только была поставлена задача увеличить дальность истребителей, появились Як-9Д – дальние. С внутренними бензобаками увеличенной емкости и с дальностью полета – 1400 км. Впоследствии дальность этих машин была увеличена еще больше за счет подвески дополнительных сбрасываемых баков. И появился Як-9ДД – дальние дистанционные, с дальностью полета – 2200 км. Именно эти истребители в начале 1944 года стремительно пронеслись над Румынией, Болгарией и Югославией, оккупированной немцами, и приземлились в итальянском городе Бари, куда они были направлены командованием для оказания помощи Народно-освободительной армии Югославии. Если бы самолеты для выполнения этих задач должны были создаваться каждый раз заново, задачи эти никогда не были бы решены. Поэтому техническую политику Яковлевского КБ можно считать образцовым примером творческого решения извечного противоречия между заказчиком и производственником. Впервые новые Яки приняли участие в боевых действиях во время контрнаступления Красной Армии под Сталинградом в декабре 1942 года. Самолет понравился пилотам легкостью и простотой в управлении, высокой маневренностью. Машина заходила в хвост БФ-109 с 3-4 виража. Немецкие пилоты хорошо знали недостатки своих истребителей, и потому избегали боев в горизонтальной плоскости, считая их малоэффективными. При встречах с Яками немцы использовали другую тактику. Мессера подходили к линии фронта на большой высоте и атаковали противника с пикирования, используя энергию разгона. Если бой складывался не в их пользу, 109-е круто набирали высоту, уходя вверх, после чего выходили из боя или повторяли атаку с другого положения. Чтобы избежать внезапного удара сверху или сзади, немецкие пилоты применяли строй в виде клина парных звеньев. Пара, состоящая из ведущего и ведомого, была принята как тактическая единица Люфтваффе еще со времен Гражданской войны в Испании. В советских же ВВС даже в начале 43-го года встречались командиры, которые требовали от подчиненных соблюдения довоенного боевого устава, ведения воздушного боя звеньями из трех самолетов. Как показал опыт войны, подобная тактика была неэффективна и приводила к неоправданным потерям. Лишь осенью 43-го года Сталин санкционировал выдвижение на должности командиров полков самых успешных пилотов. Тактика ведения воздушного боя стала более разнообразной, советские летчики отказались от шаблонов и стереотипов, опираясь на собственный боевой опыт и возможности своих машин. Одним из примеров максимально эффективного использования боевых возможностей яковлевских машин стали войсковые испытания истребителя Як-9У, проходившие в 163-м истребительном авиаполку с 25 октября по 25 декабря 1944 года. За это время летчики полка провели 18 воздушных боев. Из них в двух случаях было равенство сил, в десяти случаях немецкие пилоты имели двойной перевес, в одном — тройной и еще в одном — четырехкратное превосходство. Несмотря на это, наши летчики уничтожили 28 самолетов противника. При этом потери полка составили два Яка, сбитых в воздушных боях. На истребителях Як-9 воевали воздушные асы, в том числе летчики, дважды удостоенные звания Герой Советского Союза. Арсений Ворожейкин, сбивший 52 немецких истребителя. Александр Колдунов, который уничтожил 46 самолетов противника. Виталий Попков, на его счету 41 победа. Кстати, именно Виталий Попков стал прототипом «Маэстро», главного героя фильма «В бой идут одни старики». Благодаря удачной конструкции самолета, даже у молодых советских пилотов появилась возможность на равных вести воздушный бой с немецкими летчиками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok